клоны железовой башкирии опять не выдерживаю температура зима минус 40 т т т я постараюсь покороче и так и шумбай башкирия прививки сделать ваши черенков не пострадали вот привал абрикос слева персик черный натёрн да учеба абрикос слева персик черный абрикос натёрн ну что было под рукой черешина вишню то есть абрикос слева персик черный абрикос натёрн нормально черешина вишню а как же иначе и как вы заметили абрикос натёр не лучший вариант хотя первый год прививки вырастает на полтора метра далее роз небольшой цвет на третий год а вот сорта привитые на манджурские абрикосы дали отличный результат небольшое цветение на второй год урожай на третий год слева чернослив черный абрикосы черный абрикосы черный абрикос ну чё почему боятся это сам привать на ухо почему мы это делаем шутя ну вот пожалуйста ну чё я скажу яблони плоды после прививки на третий год сейчас сорт мелба это где мелба по-моему это абрикосы с утра были так или это следующее письмо груша на 4 причем плоды соответствуют названию прекрасно вкусовые качества красивые крупные то же самое черешья бодро добавляю что они просто сказочные на пятый год черешья красавиевская груша нарядная фибра ну чё я скажу это вепли опять башкирия так ребята башкира обходят напрягитесь комментарий железово дорогой анатолий знали бы вы какое огромное дело сделали я уже было устал от пневмических писем и сибирских и уральских что особенно обидно европейских садоводов пишет как по копирку мы вам не верим нам наши агрономы среди полосы россии говорят у нас вырастить абрикосы в скобках персики черешки мишки груш невозможно был специалисты сами пробовали и зареклись вот мы все бойцы на ваш фотографии уже не на мои поняли ну тут целую кучу фотографий сэкономило время и место что есть то есть вот эти специалисты они могут отказать от самой геотехники сейчас я вам объясню кое-что может быть забегая вперед я особо уже фамилии не буду для них осталось к сожалению я не жалею телевизорской академии вот он закроет уже закрывали только митинг помог ее спасти на какое-то время дело в том что упрек был такой вы нас критикуете помните телевизор вы железом нас критикуете за то что мы калечим якобы деревья а вы загляните в сады где деревья не искалечены и вы увидите больные вся покрытая грибами это самое сухие ветки все то же самое я начали вы знаете что до сих пор не ответил на ее на ее упрек то есть получается что она искалечено деревья покрыта грибами и нихрена не урожая не плодов что соседи которые мне когда они не подходят и это покрыты грибами ей надо ответить отвечать не отвечать я мне это я даже читать не буду вы понимаете вот вся техника они камень кинула вроде бы у нее железнейший козырь стоят сады которым не подходят секатором никто не калечит не перекапывать почву никто не делает искусство штаб где это вот они такие же точно такие же это выстрадил и и все она ответа не надо я все читать не буду а вспоминаю или владимир железа так нет ты это помнишь переписку нашу ответа нет а мой ответ простых опять капец во всех садах если уже специалисты средней полосе не смогли вырастить абрикос и вишню вишню расладу и угробили у них все наоборот одни выполняют все требования как к тебе разница и значит у них садов не будет все калечено а другие донесите некогда но он берет садик где он взял среднестатистический датчик где берет садик все уже знают ответ девятнадцать процентов вдоль дорог остальные 10 выписывать с дуру в этих самых и южная которая ну а допустим яблони покрепче а можно вообще с крыма с молдавии не выписать а подсунут крымские молдавские под видом наши средняя россия а они-то яблони может не может и не замерзнет но дохнуть будет много лет конечно будете без этого без обрезки такой же сад такой же сад такой же дохлый посадить дерево без обрезки я потом покажу ниже про это тихий ужас что такое садить без обрезки ну вот она все равно не услышит она таки будет думать ну и хотя бы когда калечат учат калечить они хотя бы засвечиваются чек говорит у георио гибнет у меня по это листья чернеет это урожая нет а вот теперь отрезайте нежные ветки а вот теперь сверху делайте чашу а вот ветки что внутри отрежьте вниз отрежьте вертикальные волчки отрежьте и все отрежьте а она уже умирает и вот это вот а последнее слово за ними вот так вот теперь все ваши предложенные садовой культуры подходят подходит нашему климату пишет вепри башкирия поняли вепри башкирия все это вырастил а их не агрономы вот и вот такие специалисты зачем вепри его это диплом если он уже без этого вырастил моя пословица любимая дальневосточная нет средний восток соломинка переломила спину верблюда когда-то должен причится так что сейчас один вращает правильно вот вепри да а рядом 100 человек калечат садов не будет а руки опускается когда это суть я купила каждый по 10 штук купила тысячу сансов заплатила метод собой за эту тысячу саженцев образы говоря полмиллиона миллиона рублей все за суть и поэтому суться человек да и у них руки опустили ничего нет а когда мы переломим спины где последний будет и вепри фауза иванова петров сидоров должен быть 500 и потом пяти тысячный потом на зоне 50 тысяч а вспомним косвечки каждого по 10 вот даже на рассчитываю но и так